Чтобы уследить за постоянным развитием слов и положением запятых и многоточий, нужна тренировка. Русский по средам, уже традиционные курсы подготовки к тотальному диктанту, орфография, пунктуация и в конце занятия небольшая контрольная. Среди слушателей матерый ветеран диктанта и новички, такие как Равиль и Майя. Последняя проверка русского языка, именно знаний, была в школе, когда мы сдавали ЕГЭ. Тогда все было довольно-таки хорошо. То есть был высокий балл, и мне интересно, сохранился он до сих пор или нет. Но надеюсь, что вот эта подготовка нам поможет, и мы достойно выступим, покажем отличный результат. Было у меня мнение, что уровень владения языком у меня хорош, но когда я пообщалась с подругой, она рассказала, какие бывают задания на тотальном диктанте, что это довольно сложно. Потом начала читать классическую литературу русских авторов и поняла, что, например, предложение, где идет прямая речь, довольно трудно воспроизвести. В обычной жизни мы это не используем. Эффективность курсов доказана. И если на первом тотальном диктанте в Ижевске было всего две пятерки, в прошлом году уже 80 отличных работ. Претендентам на золото филологи рекомендуют предварительно ознакомиться со стилем письма автора диктанта этого года. Гузель Шамильевна Яхина написала чудесный роман «Злюха открывает глаза». Там потрясающий синтаксис, очень интересные ворота речевые. Я думаю, если мы почитаем роман, мы поймем, какой текст нам будем писать 14 апреля. Но текст будет про павловских немцев. Там вводят три текста под названием «Утро, день, вечер». Нам достанется, скорее всего, вечер. Так что мы, думаю, напишем. Курсы у нас бесплатные. Проходят они раз в неделю, вплоть до 14 апреля, то есть до тотального диктанта. Курсы у нас проходят на 16 площадках в городе Ижевске. Это 12 библиотек, 3 школы и Ижевский юридический институт. То есть в каждом районе города можно выбрать площадку и в шаговой доступности посетить ее. Теперь слушатели курсов повышения грамотности предлагают проводить их не только в преддверии тотального диктанта, а на постоянной основе и не только русский язык, а еще и математику. Елена Керн, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». Продолжение следует...